Эти дикие кошки, служащие в одном из мексиканских цирков, скоро окажутся неудел. Но проблема не в этом, а в том, что животным требуется новое прибежище. В такой же ситуации ещё не менее 2000 леопардов, слонов, верблюдов и зебр по всей стране. Этим летом в Мексике вступит в силу закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых шоу. Владельцы цирков серьёзно обеспокоены дальнейшей судьбой своих подопечных. Их содержание обходится слишком дорого и не окупится без представлений. Укротитель тигров Бруно Рафа дрессирует 13 диких кошек. Он говорит, что на еду для них ежедневно уходит около 200 долларов. Также необходимо периодически проводить ветеринарные обследования, которые тоже стоят денег. По словам укротителя, с животными в цирках обращаются хорошо. «Вы видите, что тигры находятся под присмотром. За ними хорошо ухаживают, и они при этом работают. Выступают они минут 12-15, а остальное время играют и спят». У защитников прав животных другое мнение. «Они мучают их. Приносить их в жертву преступление, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в 200 тысяч долларов и даже тюремного заключения». По мнению мексиканских законодателей, дикие животные должны существовать в своей естественной среде обитания. Но что теперь делать с цирковыми питомцами, их владельцы просто не знают. «Животные, а также их владельцы ждут, как правительство разрешит эту ситуацию, что будет с ними. В неопределённом состоянии находятся более 4 тысяч животных. Мы не знаем, что их ждёт. Центры для их размещения, которые обещали власти, не появились». Борьба за права диких животных в Латинской Америке активизируется. Использовать их на цирковых аренах уже запретили в Сальвадоре, Бразилии, Перу, Колумбии и ещё нескольких странах.